Вечером примерно в 11 часов дорожно-транспортное происшествие полицейские зарегистрировали на пересечении трех проспектов Таутихана, Республики и Бауржана-Мамышулы. Здесь столкнулись две автомашины марки ВАЗ-2114. По словам участников ДТП, оба автомобиля двигались по Бауржана-Мамышулы. Белый ВАЗ со стороны улицы Иляева, серебристый ему навстречу. По словам водителя серебристого ВАЗ-2114, он сворачивал налево на проспект Республики, когда под запрещающий сигнал светофора Белый ВАЗ попытался проехать прямо. В тот момент горел светофор, позволявший водителям поворачивать только направо. В свою очередь водитель Белой Самары заявил, что правил не нарушал и действительно сворачивал направо, но водитель второй автомашины, не рассчитав маневр, совершил столкновение. На место ДТП водители вызвали выездную группу дорожно-патрульных полицейских, которая сейчас и устанавливает подробности ДТП. К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Автомашины получили серьезный материальный ущерб. Сейчас страховая компания его возместит, установит административный суд. А это видео, отправленное на адрес нашей программы по сети WhatsApp одним из зрителей, должно заинтересовать природоохранную прокуратуру. Густой дым, исходивший от одной из автоцистерн, поначалу проезжавшие водители приняли за пожар. К счастью, машина, груженная по всей видимости горючими материалами, не загорелась, но густой дым на многие километры застилал дорогу. Сейчас сотрудники местной полицейской службы вплотную занялись экологической обстановкой на дорогах. По словам полицейских, штрафы за загрязнение окружающей среды уже значительно пополнили городскую казну. С начала года за загрязнение автодорог только в Каратауском районе по сети 630-й к административной ответственности мы привлекли уже 233 водителя грузовых автомашин. Мы уже привлекли более 230 водителей грузовых автомашин. Минимальная сумма штрафов составляет два месячных расчетных показателя или около 4000 тенге. Штрафы, же наложенные по всей территории области за загрязнение транспортом окружающей среды, исчисляются десятками миллионов тенге. За минувшие сутки подразделения областного департамента ПАЧС совершили 17 выездов, в том числе на один пожар и 5 случаев горения. Рано утром сообщение о крупном пожаре поступило на пуль дежурного Толибийского района. В 5.30 в Толибийском районе в городе Ленгер на улице Берлик на территории одного из автопарков произошло загорание отдельно стоящего здания для сушилки деревянных досок размерами 8 на 16 метров. Полностью сгорела крыша здания и деревянные доски внутри. Пожар был локализован в 6.35. Площадь пожара составила 128 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации этого пожара участвовали 4 спецавтомашины службы пожаротушения, 18 человек из числа личного состава. На сегодня пожары в нашей области остаются самым тяжелым стихийным бедствием, наносящим наибольший ущерб. Об этом свидетельствует статистика департамента ПАЧС. За 11 месяцев на территории Южно-Казахстанской области произошло 743 пожара, в которых погибло 12 человек и 19 получили травмы. Из огня силами специалистов департамента ПАЧС спасено 34 человека. В Шенкенте за это же время зарегистрирован 231 пожар, в котором погибло 6 человек и трое получили ранения. Огонь нанес и немалый материальный ущерб. Всего на сумму около 2 миллиардов тенге. При этом пожарные смогли спасти материальных ценностей на миллиард 400 миллионов тенге. Продолжение следует...